Всем здравствуйте, меня зовут Арина и я сегодня вам буду рассказывать о таком явлении как парниковый эффект. На самом деле мы все привыкли слышать и в общественности считается, что парниковый эффект это что-то связанное с экологией, с глобальным потеплением, с выбросами углекислого газа в атмосферу и все такое. Да, действительно это очень важно в глобальных масштабах. Мы все наслышаны об этом и СМИ неоднократно нам всем об этом рассказывали и для людей парниковый эффект это уже нечто обыденное и не вызывающее никакого нового интереса. Однако на самом деле, если посмотреть вглубь вопросы, то это достаточно увлекательная физическая задача и сегодня мы попробуем разобраться с тем, что же такое парниковый эффект и как его еще можно применить в других сферах жизни человека. На слайде вы можете видеть определение, что же такое парниковый эффект с экологической точки зрения. То есть температура атмосферы в нижних слоях больше, чем та температура, которую мы можем наблюдать из космоса. Ну и в этом вопросе главную роль сыграла атмосфера Земли. Атмосфера Земли это наш щит. Она во многом обеспечивает жизнь человека, потому что сильно смягчает условия жизни на поверхности Земли. Во-первых, она не пропускает часть вредного излучения и, во-вторых, она задерживает тепло, потому что, если бы ее не было, то перепады температуры на Земле были бы несовместимыми с жизнью живых организмов. Ну и еще что нужно сказать, вот особенности про углекислый газ. Все считают, что он чрезвычайно сильно влияет на парниковый эффект на Земле. Однако, что интересно, главную роль в этом процессе сыграл водяной пар, что вы можете видеть на таблице, которая представлена на слайде. А теперь немного про саму интересную часть, то есть про сам парниковый эффект. Парниковый эффект был исследован в XIX веке Жозефом Фурье. И на данный момент, что нужно сказать, что парниковый эффект происходит от слова парник. В садоводстве температура в парниках достигает иногда небывалых величин, допустим, 50 градусов. Конечно, для садоводов это невыгодно, это неблагоприятно для растений, поэтому они проветривают парники и понижают температуру. Однако, это явление довольно-таки интересно, и давайте подумаем, как можно применить его в других сферах жизни. Что такое в сущности парник? Это ловушка солнечной энергии. То есть туда поступает энергия, и парник не выпускает ее, тем самым провоцируя повышение температуры. Вы можете видеть схему работы парника. Желтыми стрелками обозначены лучи, поступающие от Солнца. Они проникают сквозь стекло, которое хорошо пропускает их, и попадают на поверхность парника. А поверхность поглощает эти лучи и переизлучает их в другом диапазоне. Что интересно, что проникающие лучи находятся в видимом диапазоне, а переизлученные в длинноволовом инфракрасном. И ключевую роль здесь играет стекло парника, которое пропускает в видимом диапазоне, но не пропускает в инфракрасном. Таким образом, лучи могут попадать в парник, но не могут из него выходить. И вот так мы получаем повышение температуры в парнике. Давайте посмотрим, почему же так происходит и каким образом там задерживается тепло. На слайде вы можете видеть схему спектров излучения Солнца и самого дна парника. Вы можете заметить, что почти весь спектр излучения Солнца находится в видимом диапазоне. А излучение дна парника в длинноволовом инфракрасном. Конечно же, связано это с их температурой, но мы рассматриваем тот случай, когда температура парника не очень высокая. А зеленой линией схематически обозначено пропускание стекла. То есть мы видим, что в видимом свете стекло пропускает очень хорошо, тем самым позволяя всему солнечному свету пройти сквозь него и попасть на дно парника. А затем, когда мы говорим о длинноволовом инфракрасном излучении, оно уже не проходит сквозь стекло и остается в парнике, провоцируя его нагрев. Каковы свойства парника? Ну, здесь мы будем говорить о теплопотерях. То есть температура перестает расти в определенный момент, потому что она компенсируется теплопотерями. В стандартном случае главные теплопотери у нас идут на теплопроводность. Однако все другие вы можете видеть в списке на слайде. Поэтому нам нужно подумать, как мы можем достичь в парнике максимальной температуры, чтобы смочь применить это в индустрии и на практике. Давайте проведем последовательные оптимизации, чтобы уменьшить все возможные теплопотери. Для начала тепло передается почве, ну как во всех нормальных теплицах. Поэтому давайте изолируем наш парник. Хорошо. Затем нужно сказать, что происходит большая теплопотеря, потому что стенки и пол нашей теплицы проводят тепло. Давайте их тоже заизолируем. Сделаем. Затем нужно сказать, что поглощающий слой теплицы сам переизлучает, и стенки могут пропускать это излучение. То есть стекло не пропускает, но стенки могут пропускать. Поэтому давайте заизолируем их, например, фольгой, которая практически полностью отражает инфракрасное излучение. И еще нужно сказать, что когда свет попадает на поверхность парника, то поглощается он не полностью. Связано это с таким его свойством, как альбедо. Поэтому давайте покроем пол нашего парника материалом с низким альбедо. Сделали. Так мы получили модель, которую мы можем применить, чтобы поставить эксперимент и проверить, как работает парник. Наша учебная группа решила это пронаблюдать, и мы построили модель парника, чтобы посмотреть, как все это работает. Выглядела она вот так вот. Нужно сказать, что наша модель довольно-таки простая. Сделана она была из пенопласта, черного полиэтилена бумаги и обыкновенного оконного стекла. Что было в нашем эксперименте, вы можете видеть на слайде. И что важно знать, что температура воздуха в тени была 5 градусов, что довольно мало. И что еще важнее, что погода была солнечная, потому что при облачной погоде парник практически вообще не работает, что является его несомненным недостатком. В ходе эксперимента мы наблюдали повышение температуры, что вы можете видеть на графике. И максимальная температура, которую нам удалось достичь, это ни много ни мало, 111 градусов по Цельсию. Мы замеряли термопары, поэтому замеры довольно-таки точны. И мы сами были немножко удивлены нашим результатом. Проведя эксперимент, мы сделали вывод, что такие высокие температуры, несомненно, могут быть использованы в промышленности и на практике. И мы обнаружили, что это действительно применяется. И что есть устройства, которые работают на парниковом эффекте. Нужно сказать, что оптимизацию нашей модели можно продолжать. Во-первых, поглощающий слой теплицы связан с ее дном. И тепло передается туда, и покидает теплицу с помощью теплопроводности. Поэтому давайте мы его заизолируем, чтобы они не соприкасались. И затем нужно сказать, что воздух тоже теплопроводен. И поэтому тепло, которое у нас есть на поглощающем слое, переходит по воздуху и покидает нашу теплицу опять же с помощью стенок. Поэтому давайте его откачаем до достаточной степени вакуума. Мы получили замечательную модель, в которой мы свели к минимуму потери на теплопроводность и на излучение самого парника. Итак, на самом деле в промышленности такие модели применяются и называются они солнечными коллекторами. Солнечный коллектор это такое устройство, которое аккумулирует солнечную энергию, но не стоит его путать с солнечной батареей. Потому что солнечная батарея непосредственно преобразует солнечный свет в электроэнергию, а солнечный коллектор, он производит нагрев материала. В качестве таких материалов чаще всего используется воздух и вода. Воздух используется в таких коллекторах, как плоский, который был представлен на предыдущем слайде, и он довольно-таки эффективен в отоплении помещений. То есть если мы наблюдали, что при температуре на улице в 5 градусов парники у нас 100 градусов, мы спокойно можем запустить им циркуляцию воздуха, чтобы горячий воздух поступал в помещение и помогал его отапливать. Ну и также солнечные коллекторы нагревают воду, что может быть выгодно для получения горячей воды, чтобы не изразить лишнюю электроэнергию на этот процесс. Вакуумные коллекторы бывают, как я уже сказала, плоские и трубчатые. И в них достигается температура, как вы можете видеть на слайде, в 200 и даже в 300 градусов. Что является на самом деле чрезвычайно эффективным, но с одной оговоркой, что работает это только при солнечном климате. То есть в странах, где в течение года много пасмурных дней, такая технология практически неприменима и будет невыгодна. Но для повышения ее эффективности используются специальные концентраторы, которые устанавливают возле коллекторов, чтобы сконцентрировать солнечную энергию и чтобы увеличить площадь, которая поглощает непосредственно солнечный свет. Итак, подходя к концу, можно сделать вывод, что всегда нужно смотреть на вопрос не поверхностно, а пытаться проследить его физический смысл. Только что мы проследили физический смысл проникового эффекта и поняли, что из проблемы для человечества мы можем сделать для него пользу. Что снова же связано с экологией. Мы сегодня только что поговорили про альтернативные источники топлива. И тепловые коллекторы могут нам сильно помочь в этом вопросе и помочь защитить нашу окружающую судьбу от нашего же воздействия. Спасибо. Откуда пошли слухи по поводу того, что парниковый эффект – это связано с чем-то плохим? Как бы вы сказали, что многие считают, что парниковый эффект – это связано с ужасными облаками, и мы все задохнемся, все будет очень плохо и так далее. Объясните, пожалуйста. Связано это не совсем с облаками, а с тем, что мы рассмотрели принцип действия, и мы увидели, что стекло не выпускает солнечные лучи, то есть энергию наружу. В атмосфере вот эта роль стекла играет наши газы, которые там находятся. Как мы могли видеть на втором слайде, там была таблица влияния газов на парниковый эффект. Есть газы, которые на него вообще не влияют, например, азот. А есть такие газы, как водяной пар или углекислый газ, которые хорошо поглощают энергию и не выпускают ее из атмосферы. И тем самым они создают тот самый эффект стекла, который и связан с глобальным потеплением. То есть, когда Фурье обнаружил, что это работает, люди стали задумываться, а не происходит ли то же самое в мире, и как вообще на это может влиять человек. Спасибо за лекцию. Во время лекции у меня появился такой вопрос. Как мы можем использовать парниковый эффект, я имею в виду, в наших условиях. Сейчас очень много пасмурных дней. И второй вопрос. Как скоро вы думаете, что мы будем это использовать или будем ли вообще? Что касается пасмурных дней, могу сказать одно. Парниковый эффект связан непосредственно с солнцем, и он может заработать только в его присутствии. Ну, то есть, есть вещи, для работы которых нужны какие-то условия. Вот для парникового эффекта нужно солнце. А что касается применения, то на самом деле это применяется в странах, где много солнечных дней и где много пасмурных территорий, чтобы можно было все это поставить. На самом деле это используется и работает. Возникли ряд вопросов, но задам два таких самых интересных. Во-первых, вы там приводили спектр излучения Солнца. Скажите, пожалуйста, откуда вы его брали? Просто он у вас выглядит как-то печально. Вот. И, ну, как бы, если вы зайдете на даже Википедию и посмотрите, там немножко другой. И второе. Вы откачивали с парника воздух? Мы его не откачивали. Ну, хорошо, вы предложили откачивать. Хорошо. Я не совсем понял, зачем и какая температура тогда. Как изменится температура в парнике, если мы откачиваем туда воздух? Сначала я отвечу на первый ваш вопрос. Специально для такого вопроса у меня есть более нормальный график. Сейчас. Ну вот. Да, вот в рубрике за кадром. Это более нормальный график излучения Солнца. Почему я использовала тут? Потому что это была схема, и главное было это понять. Как работает парниковый эффект? Ну, а для тех, кто хочет поподробнее это рассмотреть, у меня есть вот такой график, в котором учтено влияние атмосферы. То есть, на самом деле, если мы выйдем за пределы атмосферы и посмотрим на спектр лучения Солнца, он будет не таким, как то, что мы можем наблюдать на уровне моря. Связано это с тем, что атмосфера пропускает его не полностью, и с разными газами связаны промежутки, где она его поглощает. А что касается второго вопроса с воздухом, смотрите, есть у нас вот эта пластина, которая поглощает свет и его переизлучает. Есть воздух. Воздух вокруг нее нагревается. Во-первых, в воздухе возникают конвективные потоки, и во-вторых, там возникает теплопроводность. С помощью этого тепло подводится к стенкам и покидает теплицу. Нам это не надо, потому что мы хотим достичь максимальной температуры. Поэтому мы говорим, зачем нам нужен воздух, давайте его откачаем. Это технологически не всегда просто, поэтому вакуумные коллекторы делают трубчатыми, что более просто с практической точки зрения. А у меня тогда немного глупый вопрос. А если мы откачали оттуда воздух, то что мы в итоге нагреваем, и как мы снимаем это тепло? Нагревать, если я говорю про трубки, там могут быть подведены трубки, покрытые материалом с низким альбедо, а в трубках может быть жидкость. Там все вокруг нагревается, и жидкость, которая нагревается, может поступать наружу. Мы можем ее забирать и подавать туда новую жидкость с низкой температурой. Таким образом мы сделаем циркуляцию, и горячую воду мы будем забирать, а холодную подводить, чтобы она нагревалась. Мы убираем воздух только из того слоя, где проходит солнечный свет, а под ним, под этой подложкой, которая нагревается, поднимем все что угодно. Все, я поняла, спасибо. У меня появился еще один вопрос. Я любитель посидеть на Алиэкспресс, и на этом сайте я видел чайник, который работает по принципу парникового эффекта. Это правда или он не работает? Чайник, работающий по принципу парникового эффекта, ну, это довольно-таки интересно, но если мы посмотрим на то, что мы только что увидели на сайте, то там температура может быть 100 градусов, 200, 300, так что нагреть воду в таких слоях вполне возможно. Вот снова же, если мы подадим в трубке холодную воду, мы ее нагреем, и чем в сущности занимается и чайник. То есть принцип действия тот же самый, мы нагреваем воду, а каким способом мы это делаем, это уже наш выбор. Спасибо. Скажите, а используются коллекторы для производства электроэнергии, может быть, там турбинных типов, и насколько они конкурентоспособны по сравнению с классическими электрическими панелями, с солнечными электрическими панелями. По поводу вашего вопроса, в источниках практически нет никакой информации. Ну, что касается сравнения с солнечными батареями, солнечные батареи, они вырабатывают непосредственно электрическую энергию, которую мы уже можем использовать в своих нуждах. А солнечные коллекторы, они всего лишь что-нибудь нагревают. Да, конечно, мы можем поставить там турбины, и турбина будет вращаться, однако по эффективности это будет довольно-таки низко, поэтому вырабатывать с помощью этого электроэнергию это не очень выгодно. А у меня тогда вопрос. А как же тогда вот эти, я забыла, как они называются, но, в общем, станции, которые работают, к примеру, в море, там, где получают электроэнергию за счёт разницы температур на разной глубине в океане. То есть там есть жидкость, нет, не жидкость, газ, трубки, которые расширяются, когда вокруг него температура повышается. И вот за счёт вот этого расширения из элемента снимают электричество. Можно ли такую штуку вот прикрутить к этим коллекторам, и почему это будет не так эффективно, как на тех станциях, которые в океане? Нужно сказать, что теоретически всё, где есть разница температур, всё это можно, ну, каким-то образом применить для выработки энергии. Но у нас тут всё привязано к солнцу. То есть солнце зашло ночь, всё, парник не работает. То есть там он поработал 5 часов или сколько, пока было солнце, а потом мы уже никак не можем им воспользоваться. Поэтому нужно сказать, что эта технология не всегда выполняет свою функцию. Тогда ещё один вопрос. А в Харьковской области, вот если, допустим, у меня есть дом, в котором нет горячей воды, и вот я на крышу, допустим, поставлю несколько таких коллекторов, чтобы зимой греть себе воду, ну или летом. Это сработает или нет? Достаточно ли у нас солнечных дней в году летом и зимой? Что вот об этом? Ну, с солнечными днями в году, можно сказать, как повезёт. А что касается нагрева, ну, если вы хотите поставить что-нибудь на крыше, во-первых, нужно, чтобы зимой теплопроводность была низкой, чтобы вся ваша вода не остывала, ну, в связи с низкой температурой воздуха. Но, что я точно знаю, в Крыму подобные технологии применяются, но происходит, конечно же, это скорее летом. Но воду нагревают на самом деле. Ну, там воду можно использовать для мытья, для приготовления пищи. И в солнечные дни вода действительно нагревается до довольно высоких температур. Конечно, нужно сказать, что технологии там не такие продвинутые, и вакуумных трубок там нет, но принцип, в принципе, похож. Пробирочки, колбочки, всё, бой в Крыму, всё в дыму, ничего не видно. И по большому счёту непонятно, можно ли это есть. Есть это, конечно же, можно, иначе бы это не называлось кухней. Более того, это фотографии с шоу молекулярной кухни в одном из российских ресторанов. Продолжение следует...